МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 сентября 1886 года в Барнауле открыта Зайчанская школа. Произошло это благодаря стараниям общества попечения о начальном образовании по инициативе просветителя Василия Штильке. Сначала занятия проходили в доме самого Штильке. В 1896-м построили деревянное здание. Оно по сей день стоит на улице Анатолия. Обучали здесь бесплатно. 12 сентября 1859 года в Барнауле на свет появился Владимир Анзимиров. По мнению многих краеведов, незаслуженно забытый наш земляк. Родоначальник российской фосфорной промышленности, основатель Новосибирского краеведческого музея, один из первых российских кинопродюсеров. До революции издавал популярное семейство газет «Копейка», и это лишь краткий список его заслуг. Тайной окутана его смерть. В 1921 году отправился в экспедицию по Горному Алтаю, где пропал без вести. 11 сентября 1935 года в селе Верхжилино нынешнего Косихинского района родился Герман Титов, будущий второй человек, побывавший в космосе. Своё имя получил в честь одного из героев Пушкина. Рос в коммуне «Майское утро» в селе Полковниково, школу закончил в Налобихе. А 6 августа 1961 года на корабле «Восток-2» вышел на орбиту Земли. Ему было тогда 25 полных лет, так что он до сих пор остаётся самым молодым космонавтом в истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова